И часто не слышно, к сожалению. Я сейчас возьму, видимо, другой компьютер. Ну, может быть. Но я пока Аарону скажу, что мы с Александром начали, Александр дал эту тему, мы ее развили, потому что надо начинать с детских садиков даже, правильно детей воспитывать. Ну, а где взять воспитателей для детских садиков? Тут проблема курицы и яйца. И мы вспомнили, что вот здесь сеть уже хорошая. Где взять воспитателей? Сейчас, секундочку. Я могу сказать, на самом деле, почему это начало. Вы не дали мне довести до точки. А почему доводите до конца? И есть уже, нет, только одну фразу. И есть уже сеть хорошая, где и воспитатели есть. Так это тема, о которой Аарон говорил. Вот харитивная сеть детских садиков, она хорошая. И, может, от нее надо, как говорится, от того живого, что есть, должно другое зародиться в жизни. И надо о ней, может, мы хотели услышать. Да, я возвращаю Александру, если я отнесу. Я прошу прощения, Александр. А то, что мы учили про пиетизм с вами. Ведь, ну, 30-летняя война в том числе означала полное разрушение существующих систем, ну, существующей или существующих систем какого-либо образования. По ряду причин. То есть, как бы, институты, скажем так, образования были исчезли к началу деятельности основателей пиетизма. Разве не так? В общем-то, да. Ой, Александр, а вас тут хорошо видно, но хуже слышно. Намного. Очень слабо звучит. Нет, можно громче говорить. Нет, нет, нет. Александру надо что-то поправить. Сейчас я сейчас и постараюсь. Что-то у вас другой микрофон видно, не что? У него надо сильно поднять чувствительность или к нему, или постучать по нему, хотя бы узнать, где он. Иногда думаешь, что он в одном месте, а он в другом. Так, Аарон, то, что вы говорите, мы тоже проходили, потому что на заре советской власти как раз вот эта новая система тоже была выстроена. Она была, она очень хорошо детям мыла мозги в нужную сторону, да? Она тоже как бы на новом месте возникла. Старая была уничтожена? Ну, можно. Если честно, особо, если честно, и не было. Было не так много. Вы про Германию или про Россию, советскую Россию? Про Россию. Нет, что-то Александру надо действительно или сильно громко и приблизиться к микрофону, если технически не удается. Или может вот этот, наушники с микрофоном где-то снять и перенести? У меня нету, так, сейчас я смотрю, вот стикер. Так, есть 100%, так, сейчас, минуту. Я сейчас постараюсь, я просто... О, отлично, отлично. Что-то вы сделали, хорошее, да. Ага, все. Ну, все, значит, я сейчас еще восстанавливаю видео. Травится. В реальности я просто смотрю, что происходит, и это происходит, к большому несчастью, и то, что здесь у нас вот среди всех кип-па струга дать или уметь? Или все, Александру звукозапись включить. В смысле, просто запись. Я пытаюсь включить, а вы дать мне разрешение. А, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Алоу-рекорд, я уже дал вам разрешение. Все, сейчас включил. Да-да, мы с вами. То, что и, вот я сказал, уже среди датилиумий здесь, и среди, как называется, модерн-ортодокс в Америке, довольно очень сильные проблемы именно с тем, что, как удержать, вот молодой профессор, если смотреть, что происходит, то там проблемы уже не то, что они, это уже не в колледжах и не университетах, а это они начинаются существенно... То есть в колледжах и университетах люди приходят со своими, либо уже с определенными взглядами, либо они подпадают в влияние своих товарищей там... Да, да, да. Но колледж и университет это все-таки не детские сады, это же школы. А сначала в детских садах, это классно. Если университет уже очень многие понятия, уже многие понятные отношения, вот то, что мы сейчас, то, что мы видим, это, к сожалению, в детских садах и в младших классах школы. Потом уже, то есть это уже даже к 10-12 годам. То есть потом уже исправлять уже намного тяжелее. Могу еще одну ноту в то, что Александр говорит, внести? А вот скажите, прав я или ошибаюсь? Что может харидимная система это единственная, где сильные харизматические люди идут в младшее образование? Или уже тоже нет? Нет. Я уверен. Я даже, Михаил, к сожалению, не могу вспомнить ситуацию, когда это исторически было. Возможно... Ну, школьные образования точно еще идут. Школьные учителя хорошие. Возможно, учителя младших классов, то есть система набора учителей младших классов, она более открытая, чем система набора учеников, учителей в Талмуд Торы и Еши. Может быть, там можно... Может быть, там можно пробить. Может быть. Не пробился, я разбился. Подождите, подождите. Все-таки кто идут в Талмуд Тора? По крайней мере, вот смотрите, я прихожу в Хабадный Миньян, и я вижу тех... Я вижу там людей, которые в Талмуд Тора. Я вижу, что это продвинутые люди. Нет, Михаэль, вы не... Я вижу тех, кто там учителя. Я вижу в Миньяне тех, кто говорят, я учитель у маленьких детей. Я вижу, что это продвинутые люди. Вы не сравниваете Хабад. Во-первых, я... Ну, я как пример. Нет, Хабад – это плохой. Хабад – это хорошее. Хороший пример. Хабад – это фактически, ну, как Рабимоша Файнштейн, институциализированный в учебном процессе. Если не считать некоторые минусы, отдельно для Хабады, а я считаю, что Рабимоша Файнштейн одним из гений нашего времени. Подождите, расскажите о нем пару слов. Не все... Рабимоша Файнштейн – хридивный поисок, то есть тот, кто давал законы, принимаемый хридивным обществом. При этом он оставался современным человеком, интересующимся всем. Сейчас я вам скажу просто. Он жил в тот момент, когда в Штатах начал... То есть до того момента и потом он жил и творил. В моменты, когда в Штатах развивался Нью Дил, когда росла эта программа... Прогрессивная эпоха, назовите... 60-е годы, война во Вьетнаме. А, понятно. Одновременно с этим, в связи с войной во Вьетнаме. Ну, в общем, такие внешние причины. Нью Дил, экономическая программа Линдона Джонсона, наверное, да, начинавшаяся, да? Ну да, это... Которая предоставила... Это большое сообщество Big Society, это где-то с 64-го года. Ага. Одновременно с этим. То есть это как бы... То есть можно... То есть то, что нас интересует, это можно было быть религиозным евреем, соблюдающим заповеди, и при этом зарабатывать деньги, оставаясь в рамках бизнеса и всего прочего. Да, тебе. Кроме того, одновременно с этим. Это такой социальный форум. В связи с войной во Вьетнаме молодые люди, которые не хотели идти воевать, стали приходить в ешивы, которые давали освобождение для старочек от армии. Таким образом резко выросло количество религиозных людей. Все это пришлось на конец 60-х, начало 70-х годов. То есть было много причин. То есть я не хочу как бы убирать, что в связи с победой в войне действительно вырос, дико вырос во всем мире. Даже в Советском Союзе вырос интерес к иудаизму. То есть какие внешнеэкономические причины. На этом фоне в Соединенных Штатах появился действительно Гаон, гений нашего времени, Роберт Мойшев-Айнштейн, который сформулировал, давал Аллаху, превращал Аллаху то, что из того, почему нужно было жить в местечках, то, как, что по ней можно было жить, живя в современном городе, в современном обществе, в современном индустри... постиндустриальном, наверное, в индустриальном обществе, в большом городе. То есть мы мало себе можем представить, что изменит. Как минимальный пример, который дает представление о том, что он сделал. То есть я два примера. Один из примеров – это то, что он дал Аскому согласие на появление комментариев Гемори Раверштайн-Зальца. Раверштайн-Зальца. Второе анекдот, точнее, правдивая история, когда в современном Иерусалиме какой-то преподаватель по кашруту дает урок для женщин и говорит, в частности, такую фразу. «Невозможно иметь кошерную кухню, не имея двух раковин. Одну для мясной, другую для молочной посуды». На что встает какая-то женщина и говорит, «Прощение, но мой дедушка, у моего дедушки была только одна раковина. И он ел кошерную пищу. У него была кошерная кухня. На что и лектор, преподаватель говорит. Наверное, все-таки ваш дедушка не очень хорошо знала лоху». женщина с гордостью говорит, «Мой дедушка был равен мошек раньше». То есть, я все это затянувшиеся предисловия, я просто хочу сказать, что… Таран, вам только надо включить запись, потому что ваш голос плохо слышен у нас. Ой, прошу прощения. Прошу прощения, Ирозий. Ой. Ну, ничего, ничего. Включайте. Я… Какого-то времени будет. А, нет, у вас включено. А, нет. Что, у меня включено было? А, а, ой, извините, я у другого. Ладно, все, извините, я перебуду. А, вы… А, у нас опять два, Аарон, я понял. Да, здравствуйте. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, приветствую. Извините, я вас перебил на среднюю фразу. Очень-очень извиняюсь. Я… Собственно, все, что я хотел сказать. Это действительно было некое явление, которое, кроме того, это человек, который не боялся признаваться, что он любит… Любит сейчас. Прошу прощения. Что он любит… Любил в детстве, в юности, читать Пушкин, стихотворение, и еще какие-то следствия. Что нетипично для Равина. Вот. И вот такого нам… Такого подхода… Ну, следующий был Равинштейн. Ну, он вообще был из другой среды. А Рафмойшет Эйнштейн был из религиозной среды. Вот таких… Такого нам не очень не хватает для того, чтобы определиться с… С подходами, правильными, современными подходами. Прошу прощения, Александр. Я занял… Ну, Аарон, мы от вас как раз хотели узнать еще одну вещь, если можно. Вы когда-то говорили, что вот если ты себя неправильно, плохо ведешь, то первое, чем тебя накажут, твоих детей не возьмут в харидивный садик. Значит, харидивный садик – это что-то, что дает что-то очень хорошее. Хороший, хороший. Вы можете нам, людям, которые не знакомы с этим совершенно, объяснить, а что же такое потеряет человек, который там неправильно себя поведет, и не смогут попасть в харидивный детский садик. Не совсем так. Не уходите от темы. Я конкретный вопрос. Тема детских садов как раз достаточно… Детских садов как раз достаточно открытая. Что там такое, что нам не хватает? Я вас сужаю вопросом, чтобы все время в другие темы уйти. Нет. Она как раз достаточно открытая. А вот на переходе от детского садика, даже очень хорошего, в школу, ну, в хедер, имеется. Хороший хедер у вас, если вы неправильно сидели и идете, может возникнуть. Все равно я вас настойчиво в третий раз возвращаю к моему вопросу. Что есть хорошего в харидивных детских садиках? Немножко неправильно. Не хорошего, а что есть отличного? Ну, ладно. Я понял двойственность Александра. Давайте. Я не проводил социологического обследования. Расскажите свои впечатления. Мне просто повезло, что три, четыре, из четырех, пяти, шести детских садов, которых учились мои дети в Израиле, пять было, ну, пять учительниц детских садов, в Ганеме, да, как они называются, были очень хорошие. Очень хорошие. И, наверное, это не значит, что я не видел... Подождите, но вы опять хотите в сторону уйти. Расскажите нам три минуты про хорошее, а потом про все остальное. Они искренне любят детей, искренне хотят, чтобы дети развивались, искренне стараются, чтобы любые дети, в том числе с гиперактивностью, хорошо себя вели и не задевали, не ущемляли, не мешали развитию других детей. То есть, таких преподавателей Ганеме, которые, ну, которые именно занимаются детьми, они сидят большую часть времени своей работы на стуле, не смотрят в смартфон, в хорошее обществе, в детских садах можно найти, наверное, больше. Хорошо. Это еще связано с тем, что они умеют лучше, чем... Да, наверное, потому что... Почему они умеют? Они умеют, потому что у них, в общем-то, у всех есть опыт работы с большим... Ну, приобретенный в семье опыт работы с большим количеством детей. А кроме семьи? Они росли в больших семьях, они помогали мамам, тетям, дядям, ну, всем родственникам девочки. Естественно, девочки приобретали навыки. Ну, это работает так. Девочка, которая... Получается работать с детьми, ее больше приглашают посмотреть за детьми. За это, естественно, в кругу своих... Ну, здесь за это что-то платят. Она заинтересована в том, что... Ну, если она не полная... Действительно, внутри семьи ее как-то поощряют, да? Внутри, да, внутри большого круга... А, разумеется, в какой форме это? Просто деньги дают или что? Да, скорее всего, деньги дают. Только... Скорее всего, дают деньги. Ну, то есть, для соразмерной подростки. Не... Ну, да. Дрослые деньги. Я слышал, даже тарифы в час столько, сколько тебе лет. Я этого не знаю. Это старое время. Может, это лет 10 назад. Сейчас инфляция немножко. Может, немножко... Я не знаю таких подробностей. Я могу спросить у своей дочери, которая... То есть, у них вот этот опыт, вот чистый опыт, и он передается дальше, да? У нее нет большой семьи, но за счет того, что... То есть, у нас нет здесь, в Израиле, большой семьи с большим количеством детей, но за счет того, что она помогала, устраивала на лето детские сады. И она считается хорошей метаплод, наверное, бебиситтер, да? Ну, тот, кто занимается с детьми, да? Я приглашаю это, приглашаю. Бедный русский язык. Ну, я... Ну, что... Может, народно слово найти? Как? Да что, сиди... Я не знаю. Воспитательница. Воспитательница, да. Ну, она работает именно как воспитательница. Нянечка. О, нянечка. Нет, нянечка это плохое. Ну, хорошо. Почему это хорошее? Пушкина вспомнил. Можно сейчас... Няней, няней. Не нянечка, а няней. Большой няней еще был прекрасный фильм советский. Я ответил на вопрос. Вы только начали отвечать. Это очень глубокая и хорошая тема. Вы ее только коснулись. Я знаю, хотите перейти к критике. Нет. Вы знаете, когда единственное... Чтобы то, что я говорю, было... Вот сейчас вот это слово нет. Я хочу... Мы с Александром договорились, что мы будем вас пытать. Так что вы не думайте. Это все оговорено. Это очень важно. А, Рон, вы даже не представляете. Если есть одна живая система, а другие полуживые, надо живую больше изучать, а не рассказывать, как другие плохо живут. Давайте я теперь покритикую немножко. Нет-нет, я вас не отпущу. Дайте мне еще одну секунду с хорошим побыть. Дайте мне с хорошим еще чуть-чуть побыть. Я вспомню еще... А, да, ну вот, извините, Арон что-то... Я хочу сказать, что Александр уже просится давно. А, ну так, я боюсь, уведет нас от этой темы. Я хочу, что эта тема... Я не уведу от этой темы. А, все-все, извините, извините. Я хотел добавить, что, возможно, еще и... То есть, это что... В общем-то, к людям общества не так много возможностей, особенно для женщин в Косейске, когда они могли бы пойти... Оставать... Ой-ой-ой, вас опять слабо слышно. Александр, вы уходите от нас. Это... Это возможно, Александр. Сейчас это не так, потому что женщинам... В общем, сейчас более-менее с... Ну, скорее уже более разрешены разные профессии. Многие профессии. Ну, я думаю, Аарон, все-таки Александр... Сейчас я закончу. Что я закончу? Что, правда, совершенно... Говоря по-русски, извините, не западло. Для женщины, то есть, которая имеет диплом и хорошую работу программиста, получить, родив ребенка, получить... Ну, по мере воспитания ребенка, получить диплом Ганенет, то есть, работники сада, и позаниматься 2-3 года маленькими детьми. Да. То есть, для нее это не понижение... Для женщины, религиозной женщины, это не будет понижение статуса. Не понижение статуса. А наоборот, ну и более того, экономически она не сильно проиграет. По совокупности. Понятно, да? По совокупности она... Потому что еще в этом же месте будет ее собственное ребенок. Да, да, да. Конечно. Ну, это идея. Да, это перушь. То есть, это идея, почему она это делает. Но, как бы, важно, что для нее не будет понижения статуса. Да, да. Еще одну вещь я хочу вспомнить. Есть вот эти приближающие семинары, Арахим, да? Угу. Туда приходят, там, Алимы, например, у которых маленькие дети в первый раз. А в следующий раз, ну, это семинар, когда люди в гостинице, там, два-три дня проводят. А в следующий раз они уже приходят, потому что дети их просят прийти. А там взрослые ведут уроки, и девушки, там, грубо говоря, 14-15-летка, редимные, берут к себе детей. И вот дети просто счастье испытывают, счастье испытывают, потому что ими занимаются те, кто знает, знает, как заниматься детьми. В норме, заканчивая эту тему, найти ганенет, тупую и ленивую в хредимном обществе сложнее, чем в системе образования дошкольного, сложнее, чем в нехредимном. Можно найти, проявить настойчивое желание, но, тем не менее, то есть есть благотворительные, которые совсем тупые, и не пошли учителями, не смогли пойти учителями в религиозные школы, им пришлось согласиться на то, что они пойдут в одну из систем религиозных детских садов. Да, то есть, ну, таких, таких меньше. Таких меньше. И это сходится с тем, что Александр, и это бич другой части общества, что вообще в детское образование, особенно в младшие, идут самые слабые. Я, когда говорю харизматически, я не имею в виду революционеры типа Роман Штензальца, а имею в виду сильные, развитые люди. Идут в школьное образование, в младшие школьные образования, и мужчины, и женщины. Ну, наверное, может. Я это имею в виду, когда говорю харизматически. Я говорю о учителе, которого люди, которого дети любят, чувствуют, что это сильная личность, с которым интересен. Ну, может быть. Может быть. Насколько я знаю, скажем, вот, то, что считается образованием Финляндии, и, насколько я понимаю, вот, страны Дальнего Востока, вы считаете, это самая лучшая часть класса, ну, выпускников класса. Ну, дошкольная, дошкольная система, прошу прощения. Это про школьную систему. Про дошкольную я ничего сказать не могу. Подождите, в школьную харизмат, опять вас плохо слышно, Александр. Нет, это нет. Я имею в виду, в обычную школьную систему, скажем, где вот она самая лучшая, скажем, типа Финляндия, в мире там, потому что там идет лучшая, скажем, лучшая часть класса. Я плохо. Кто меня переведет сразу? Из верхней трети. Ну, что происходит, скажем, в Америке, скажем, будет из нижней трети. Подождите, где, в каких, подождите, в каких странах идут лучшие? Это только... Финляндия, Финляндия, Япония, Южная Корея. Все ясно. Теперь я расслышал. Норвегия тоже, Норвегия. А Норвегия, может быть, я... А я вам открою маленький секрет. Знаете, что эти страны объединяют? У них очень мало детей. Япония? Ну, в Финляндии, там не так мало, там у них было порядка двух где-то около детей. У них самые последние... Пока еще не отразилось количество детей. В Финляндии порядка двух. Ну, ладно, вы занимаетесь разговором, а я Александр проверю. А вы идете в... Он с тебя... Не сейчас, не последний год, не последние пару лет. Не последние 10 лет и не последние 20 лет. Да-да-да, посмотрите, это самое, последние там где-то... Последние буквально пару лет там у них снизилось. Но я говорю, ну, пока это не отразилось на детских... Короче говоря, страны, которые могут себе позволить в учителя направить большую часть, талантливая часть общества, это в основном страны, где мало детей. Ну, вот и все. Ну, предположим. Ну, предположим. Страна, где много детей, она не может много талантливых направить в школьную систему за исключением халидимного общества. Поэтому она такой жизненной силой большой обладает, что в школе дети не ориентируются на уже на детское сообщество, на альтернативное детское сообщество. Они все еще учитель в их глазах, значимая личность. Это... Да, наверное, может быть. И это влияет на их будущее, потому что и в будущем они как бы к наставникам своим хорошо относятся. Ну, вот такая. Может быть. Я должен подумать, но может быть. Может быть. Я прошу прощения. Александр. Так. Ну, в этом случае, значит, нужно... Ну, поскольку хребеновщие станки большое количество детей, и они не могут, можно ли этот подход распространить на вот их подход распространить на все, на большую часть населения? Скажем так. Одное население. Я... Александр. Я... Я... Ну, мы, по-моему, с вами это говорили, что... 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 Ситуация в связи с короной и со всем прочим, она сейчас выглядит так, что общество, страна, группа людей, и даже частное лицо, которое направит большую часть усилий, перераспределить часть усилий на воспитание детей сейчас, просто по-другому сложит бюджет, бюджет своего времени. То есть, это... В связи с... Не только в связи с карантином. Оно значительно выиграет на следующие... Ну, в следующие 20 лет. 30 лет. Феноменально. Рывок просто совершил. Потому что вот следующие 20-30 лет, это... Как бы время тех детей, которые выйдут из школ после всех этих карантинов, ограничений и всего прочего, и всех этих кризисов школьного образования, интернетизации и всего прочего. Да, так просто. Вот за это время, за короткое время, нужно создать систему новаторскую, насколько можно, социализация, обучение и всего прочего ребенка. И не только ребенка, но и взрослых. Посмотрите, что делается. И что, приглашать хоритимных девочек в светские сети? Нет, я не форекс. Это... Александр, давайте... Может быть, вы начнете, а? Ну, хорошо. Основной доклад. Я не хотел становиться основными докладчиками. Нет, как раз наоборот. Это было. Это, на самом деле, обсуждение. У меня просто есть некие соображения, как и что можно сделать. Но, опять-таки, это не полностью продуманная, так сказать, полностью заведенная программа. Но, в данном случае, в принципе, надо, значит, тут, значит, то, что заметит, две возможности. Первое. Или брать, вот как, кто-то назвал, Михаил, харизматические учителя, или иметь дело с теми, кто... кто уже... с тем, с тем, что есть. Вот, сейчас я немножко, если можно, немножко вспомню вот то, что мы говорили в начале про вот первые письма. То есть, тот материал, с которым они начинали, в общем-то, скажем так, оставлял желать лучшего. Включает даже, даже тех, кто, даже те, кто учился в этих сам, в их образовательных, в их школах и в их колледжах. Тем не менее, не говоря уже про то, что, как дальше, впоследствии, они смогли распространить уже на всю массу населения. Может быть, будет иметь смысл для основной массы именно брать вот этот подход, который был разработан для тестов. Потому что результаты, в общем-то, если учесть тот мудриат, который у них был, изначально, а именно, не забывать, это были сироты, это условия, то есть, морали, это можно посмотреть, это были совершенно ужасные по собственным оценкам. Тем не менее, они смогли что-то достичь. Или второй вопрос тогда... Я слышал, кого вы имеете в виду, извините, Александр? Кто это достиг этих результатов? Вы, к сожалению, пропустили, мы говорили про пиетизм, как это было введено системой формы пиетизма в начале 18 века, и как они смогли полностью создать совершенно, скажем так, новый тип человека. не просто образование, а новый тип человека. Хорошо, спасибо. То, изначально, который у них был, это, в общем-то, был, скажем так, существенно ниже среднего, скажем так. Да. То есть, то, с чем они работали. И второе, видимо, может быть, будет ли нет смысла, но это требует огромной перестройки, то есть, то, что делать, то, что вышли в эту систему образования самые лучшие. Это тоже может дать результаты. В принципе, эти два подхода, они не взаимоисключающие. Вот. Но вот третье, возможно, то, что, почему я заговорил про хоридинных, хоридинную систему до школьного образования, что еще определенные моменты, то есть, тесные взаимодействия с тем, как и что происходит в семьях, и как идет самообразование. Но на это рассчитывать, по-моему, в массе, опять-таки, в массе нельзя. Ну, дальше, вот, Арл, я хотел бы вызовывать от вас это самое соображение, поэтому подходил. по-моему, по-моему, тем подходом. Ну, в смысле? Я уже не готовил так, когда... Я ведь, ну, я совершенно никогда, вообще никогда не занимался школьным я совершаю прошу прощения я совершенно никогда не занимался дошкольным образованием кроме своих детей что это с чем я сталкивался стал я сталкивался просто нужно было отдавать и искать куда-то какую-то какую-то что-то приличное для своих детей я сужу по способностях дошкольного воспитателя потому как он потому как он выглядит насколько он открыт насколько он приятель в обращении вообще не насколько я и что вы хотите вы хотите что-то только насколько То есть насколько он харизматичен, насколько дети не страдают, одни дети не подавляют друг друга, а наоборот помогают развиваться. Есть это такое. Когда хороший лидер, хорошая кооперация между детьми получается, да? Да, да. То есть идея в том, чтобы преподаватель помогал тем, кто потенциально несет лидерские качества, развиваться и при этом не подавлять других детей. Мне кажется, что второму Аарону самое время должно хотеться что-то сказать. Ой, что-то у вас микрофон заблокирован. Микрофон, включите, включите. У вас сейчас или я должен, или вы сами разблокируете? А вот сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Я только что закончил зум как раз с очень интересной такой экспедицией в Забайкалье, почти что можно сказать. Там у них было землетрясение, но дальше внизу в Азов ничего не случилось. Вот там была очень интересная регата сегодня. Но я вернусь к вашей теме. Я не понимаю, как она возникла, и поэтому мне трудно попасть куда-нибудь в нормальную, в хорошую точку. Но я хотел спросить, что детские сады – это как бы такая тема, да? И вокруг нее у вас есть впечатление, что детский сад – это хорошо или плохо? Можно так сказать когда-нибудь? Вообще говоря про детский сад. Вообще. Видимо, надо объяснить, почему мы вообще зато… Да, откуда у вас вышла эта тема, да? Потому что я не очень чувствую. Вот. Дело в том, что то, что сейчас происходит, значительно есть молодежь, особенно то, что мы видим, происходит сами в Америке. Ну и в какой-то степени вообще дальше по всему западному миру, в какой-то степени коснулось Израиля. Это вот то, что называется, как это культура, ВОК, культура с соответствующими идеями. И если внимательно проанализировать то, что я вижу, то, что я знаю про Америку, то, что я смотрю, то, что это уже происходит не в колледжах, а не в университетах, происходит существенно раньше. Дети формируются в детских садах и в младших классах школы. Они приходят уже в колледжах, в университетах уже с этими идеями. И даже те, кто не затронутый день, они составляют, что они стоят в большинство, и они, так сказать, попадают под их влияние. Так вот, чтобы… Ну, куда это зашло, очень хорошо видно. И именно поэтому, в общем-то, мы решили рассмотреть, какие есть альтернативы. И вот увидели, что то название, которое получается, как «Кредит в детских садах» и так далее, там, в общем-то, дают пока самый оптимальный, самый лучший результат. И вот поэтому мы затронули эту тему. Ну, если бы, можно сказать, более подробно, но, в общем, это основные рамки. Я просто сначала должен извиниться, я поздно увидел, после своего зума, поздно увидел вот это вот объявление, и я как бы все-таки решился. Потому что у меня отношение к детским садам очень давно сорганизовалось. Я сам ходил в детский сад в Литве. И, я не знаю, вы ходили в детский садик, скажем, Александр? Вы сам ходили в детский сад? Я, да. Да. Ну, вот. И я ходил, у меня дети ходили. Да, но дети ходили, это понятно. И это уже потом. Но я… Интересно то, что мы с вами испытывали в детских садах. Вот это как бы… Мы тут эксперты больше, чем даже наши дети, потому что мы за них не можем ответить. Потому что у нас в наших детских садах жизнь была очень полная. Если вы помните, там и музыка, там и танцы, там и до шести. То есть нас отнимали из семьи надолго. И мы там как-то жили своей жизнью, и, приходя домой, видели отцов или матерей в очень короткое время. Вот. И в основном в садик было место, где мы научались общаться и так далее и тому подобное. Но если садик был, как тогда понимались, хороший, я не знаю, что это такое, но так считалось, что там, где есть, скажем, высокая музыка, что прекрасный педагог музыкальный, прекрасная, там, скажем, сестричка, великолепная директор садика, какая-нибудь, как вы говорили, харизматичная и так далее. И создавалась атмосфера достаточно такая забавная, но она не давила. И когда-то родители меня переставили в другой детский садик уже к концу этого садикового периода. И он был русскоговорящий, а я ходил в литовскоговорящий детский садик до этого. И я оттуда сбежал. Я хорошо помню, что я не смог быть в том садике. Нет, потому что там говорили по-русски, но что-то совершенно другое было, совершенно-совершенно другое, как атмосфера. Я не смог. Потом, конечно, были дети уже мои, которые ходили в детский сад. И я до сих пор понимаю, что это не очень хорошо. Вот у меня такое ощущение. Потому что очень много времени ребенок не в семье. Это, так сказать, общее соображение, совершенно общее. Мог быть такой садик, что и хорошо, что он там долго, потому что непонятно, что там с родителями, что дома. Но в любом случае, мне казалось, что это не самая хорошая вещь вообще садик. Ну вот, когда я приехал в Израиль, я увидел, что здесь садики более короткие, и родители дольше могут быть времени. Потом приехали русские люди и стали делать садики такие же, как были в Советском Союзе. Там до шести, до вечера, ну и так далее. И вот у меня до сих пор нет своего ясного представления, чем садики хороши. Но те люди, которые рассказывали мне про харидимные садики, всегда говорили очень хорошие слова. Они говорили, что харидимный садик, во-первых, там меньше народа. Во-вторых, там отношение какое-то, ну, с юдаизмом как-то связано, с какими-то ценностями, с какими-то идеями. И они не выхолощиваются, а как-то вот идут. Потом мне рассказали про антропосовские детские садики, которые здесь тоже в Израиле существуют. Там тоже другая немножко система, которая близка, может быть, к вальдорфским школам, вальдорфскому обучению. Бог его знает, как это идет. Но вдруг я вижу, что детские садики, опять же, разные. Может быть, это и хорошо, что они есть, но я считаю, что лучше, чтобы их не было вообще. А чтобы дети могли развиваться в большой семье, где много количества детей, они друг друга воспитывают тогда. Это вы знаете лучше меня. Это как бы получается, что на самом деле они занимаются и помогают. Но я последнее время, вот я живу в Ор-Яуде, где есть население как раз вот религиозное. И в парках, которые там есть, приходят туда семьи религиозные. И я радовался тому, что всегда, почти всегда много детей приходит. И отец, не мамы, значит, там водят детей, а почему-то, ну не почему-то, а как-то очень было приятно по сравнению с Россией или там с Советским Союзом даже, что папы этим занимаются. Они приходят, там дети вокруг них, потом дети постарше берут этих младших. И очень красивая система общения, где отец сидит, скажем, на лавочке и читает то, что он читает. Рядом с ним может быть кто-то из детей. А старшие дети с младшими занимаются то ли на качелях, то ли что-то говорят, то ли что-то играют. Вот это для меня казалось где-то правильным. Вот так я себе представлял, да? Потому что в моей семье, скажем, моего отца, там было 9 детей, вы это знаете лучше меня, у вас похожие семьи, наверное, были. У моей мамы тоже были многосестринские дети. И там получалось это очень гармонично, очень как будто легко, потому что дети учились друг у друга. И я вам добавлю что-то другое, что замечено и в спорте особенно, что самые лучшие дети, самые талантливые получаются нижние. Вот эти вот девятые, десятые в поколениях. Из них вырастают совершенно невероятно природные, природно одаренные дети в спорте, они быстрее всех бегут, у них рекорды мира и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у меня все перевернулось в голове, я в этом смысле нет у меня четкой такой вот системы, но вашу тревогу я как бы, может быть, и разделяю, но во всяком случае наполовину. Почему? Потому что эти дети настолько убежали от нас далеко, и даже маленькие дети, как вы сказали очень точно, что они настолько убежали, что оказывается, что не мы должны им передавать наш опыт, а мы должны брать их опыт для того, чтобы как-то с ними дальше действовать и обучать. Мы должны быть чувственны к их опыту, и вместо того, что им рассказывает наш опыт, мы должны брать их опыт для того, чтобы говорить хоть немножко на их языке, хоть немножко. Поэтому закон немножко поменял место, все наоборот, оказывается. Если мы хотим продолжать ту вот систему, где менторская такая хорошая система, что ты старше, ты знаешь, ты лучше, то это одно. И тогда есть инструктаж, тогда ребенок не столько хочет развиваться, как ребенок хочет выполнить твои инструкции. И хороший ребенок тот, который, то есть хорош, в кавычках, да, тот ребенок, который выполняет точные инструкции отца и матери, который выполняет инструкции в школе, который в спорте делает точно так, как тренер ему говорит, отведи руку назад, ногу вперед, теперь замахнись, а сейчас удар по мячу. И не разговаривая с ним о том, что вообще зачем все это надо, для чего, ты хочешь перебить мяч через сетку, тут мы это забываем. Так вот, моя главная идея, там иногда интересовался японским детским садом, японский, скажем, детский садик был интересен тем, что детям разрешалось очень много что-то, кроме их безопасности. Но там придумали такое, ребенок приходит в чистенькой одежде в садик, и воспитатели, понимая, что они не будут ограничивать слишком много детей, они их одевали в такие легкие комбинезончики. И ребенок мог делать все, что хотел, мог быть в песке, то есть никакого текста ему не было, да нельзя в песок, выйди оттуда, туда-сюда зайди и так далее. И приходили родители за ними, с них снимали эти комбинезончики, это маленькое такое, что мы не сверху идем, а мы как бы слуги, облеченные властью. Вот это система, поэтому, когда я говорю, неважно о чем, о детском садике или о школе или что-то, тут как раз парадигма важна. Если мы остаемся все время наверху, это одно, если мы остаемся все время внизу, это второе. А вот если делать таким образом, что мы строим такую коммуникацию, что мы понимаем, я слуга моих детей, я слуга, и даже в школе, если я педагог, но я слуга, облеченный властью. Вот это комбинировать и необходимо. Таким образом, получается, что мы можем найти такие шаги коммуникации, такое взаимодействие, которое вообще исключит вопрос. Его не будет. Если мы начнем с того, что мы будем таки да уважать этих детей, которые убежали так далеко, что мы их уже не догоняем или считаем, что они какие-то не такие, то мы должны к ним прислушиваться. И с этого начинать. И тогда на их языке действовать дальше. Это совсем исключает вообще проблематику. Тогда другая проблематика возникает. И тогда правильно вы говорите, что тогда нужны эти люди, у кого хватает такого терпения, которому интересен этот ребенок. Именно интересен. И не больше, не меньше. Только интересен. Тогда возникает эта ситуация. Чтобы появлялись такие люди, которым ребенок интересен, мы все равно должны сделать какую-то пертрубацию. Как делали в Финляндии, сделали. Вот я был в Норвегии, сам это видел. Как это происходит. Потому что там каждый ребенок имеет свою траекторию. Он ничего не обязан быть успевающим или не успевающим. Это вообще не трактуется. Трактуется только то, что он имеет свою траекторию. Он может, захочет два раза побыть в детском садике, когда уже надо идти в школу. Он просит еще остаться на второй год. Пожалуйста. И не считается это ни позором, ничем. Вот это очень много таких всяких совсем других вещей. Как бы все наоборот. И это на самом деле мне таки да было интересно. И уже когда я занимался, скажем, с такими людьми, как тунеядки и хулиганки, еще в Литве, которых закрывали. Да, это была такая интересная тюрьма. Вначале она была почти военизированная. Там все ходили в мундиры. Но Хрущев пришел и немножко решил смягчить, или Брежнев не помнит эту ситуацию. И там оказалось, что система та же осталась военизированной, только уже без погон. Но дети не могли писать письмо родителям без, как называется, без цензуры. Они не могли себе заработать, хотя работали полдня, там какие-то 15 копеек. Но во время урока было 5 систем штрафов. И ребенок набирал баллы не в плюс, как у нас в системе, он набирал баллы прострафоваться, как легко. И вот он набирал какое-то количество баллов штрафов, и тут же его лишали права выходить в город или права, значит, встречаться с родителями. Эти люди убегали, делали побеги эти девчонки, там чего только не было. И вот я вам дам такой простой пример, что я как-то зашел туда, меня попросили преподавать математику. Тогда я, значит, как я закончил математику, и мне очень нравилось преподавать математику, потому что мне было интересно, как люди это понимают, как вам это рассказывают, а не сама математика, сама по себе. И вот я начал преподавать. Я увидел, что классы были великолепные. Это было семь девочек, тринадцать девочек в классе, вот можешь там что-то делать. Но они совсем по-другому были выстроены. Однажды кто-то просит выйти в перерыв. Я говорю, да, выходи. Возвращается совершенно пьяная, оказывается, за три пересез, она выкуривает сигарету, которую они там доставали каким-то подпольным путем, давая деньги каким-то строителям и так далее. Вот потом начинаешь понимать эту жизнь. И, скажем, там все, что связано вообще с педагогикой, этого нет. Система штрафов и так далее. И случилось однажды, что ко мне пришла девчонка, я не знал, что там есть система цензуры, писем. Девочка подходит и говорит, а можете выкинуть мое письмо? И еще подошла одна. Я взял тебе два письма, выкину в почтовый ящик. Ну, вынес с территории и выкину. На завтра вся школа мне принесла. Значит, я перед собой вижу 20 или 25-50 писем, которые все пришли и мне принесли, чтобы я их вынесла. Тогда я понял, что я что-то делаю не так и сказал, что я возьму девчонки из вашего класса, там, где я преподаю, остальные не могу. И все было хорошо. И вдруг однажды я прихожу в понедельник, там такой забор громадный окружающий эту школу. И ко мне приходят девчонки вообще из другого класса и говорят мне, что та-та-та-та-та-та-та, вы ставили письма, та-та-та-та-та-та-та-та. Я поднимаюсь в свой класс и они наперебой рассказывают, что я взял два письма из этого класса отнести, значит, передать родителям, но я забыл их в журнале. И пришли другие учителя и тогда сказали, откуда здесь эти два письма. И они меня как бы спасли, сказали, что я просто забыл или там что-то такое. В общем, они меня спасли, так сказать, от позора, что я хотел вынести туда. Но я себя опять не знал, как себя вести, потому что я должен быть и с педагогами вместе, правильно, и так далее. И вот поэтому я когда-то взял, этим всегда интересовался, и есть такой Менегетти итальянец, у него онтопсихология называется, его направление, у вас будет время, когда-нибудь поглядите. Так вот, этот Менегетти говорит, что педагог, вообще говоря, это самый аморальный человек. Почему? Он говорит, это очень просто, потому что он всегда говорит не то, что он думает, почти всегда. Ему приходится нести либо систему, либо что-то еще, либо договоренность с этой школой, и он не бывает самим собой. То есть, это тоже для меня было когда-то открытие, что значит аморальный человек, потому что я встречал педагогов изумительно на своем пути. Он даже не делает мнение аморальной, лицемерной и так далее. Да, да, но он так писал, он писал аморальный, как такой вот тревог. С точки зрения некоторых морали, это аморальный. Да, вот, но он же и говорил тоже примерно, как я сейчас говорю, что фактически педагог – это слуга, облеченный властью. Из этого круга вот как-то выйти очень сложно, потому что если педагог служит системе, то он таки, да, аморальный сразу и так далее, и так далее, и так далее. Уже по определению. Но тех, кого я встречал, вот я вам скажу еще про одного педагога, и вот тут мне кажется, что очень важно. Просто я, а, я вижу, что время кончается, у меня еще есть 7 минут, я быстренько расскажу. У меня был педагог в литовской школе, я сначала учился в русской, потом перешел в литовскую. Это был определенный алья, как перейти с одного языка на другую. Но мне везло на учителей, меня подготовили очень здорово за месяц-два с литовским языком и с грамматикой, особенно, с самым литовским языком был. И вот у нас был руководитель класса литовской литературы, и он как-то нам приносит контрольную и говорит, вот, давайте, первый ряд пишет, знаете, как давали, рядами контрольные варианты. Да, варианты. Вот, вы пишете всю историю, там, скажем, я буду говорить из русской литературы, Толстого, а вы Некрасова. Ну, там опять Толстого, Некрасова, Толстого, Некрасова, так три ряда. Ну, он собрал эти работы, через неделю приходит и говорит, ребята, вы, говорит, меня разочаровали, мы тут все, что такое? Вы понимаете? А, он еще что сделал? Он нам дал второй раз. Он пришел после такой контрольной и говорит, а сегодня пишем опять, первый ряд опять Толстой, второй ряд опять, значит, Некрасов. Второй ряд опять Толстой и Некрасов. Кстати, те же самые дал темы тем же ребятам, то есть тем же рядам. Когда он их собрал во второй раз, он приходит уже через неделю и говорит, вы меня разочаровали. Мы, говорит, в чем дело? Говорит, понимаете, когда я думаю, что вы интеллигентные люди? И вот в первый раз не знали, что писать о Толстом и Некрасове, так вы пойдете в библиотеку, чтобы знать это, что вы не сможете выжить, как интеллигентные люди, не проверив это. Вот как Миша сразу проверяет статистику, скажем, этих семей норвежских или финских. Так вот, и он говорит нам простые вещи, что мне не важно, строишь ли ты, получаешь ли ты оценки, потому что это другая работа получать оценки. Мне важно, интересно ли тебе узнать то, что ты узнал, что ты не знаешь. Так вот, эти учителя, они учителя. И у меня была такая еще учительница, которая просила у класса разрешения поставить мне первую пятерку за сочинение по литовскому, как я написал, потому что там у меня была одна запятая, ее не хватало. Но чтобы дать мне возможность порадоваться самому этому, она у класса просила разрешения. Ребята, вот так и так, он написал сегодня первый раз без единой ошибки, но я запятая где-то осталась. И тогда я могу детям показывать, правильно, что я получил, потому что если она этого не скажет, а я кому-то скажу, получил пятерку, мне скажут, а, у тебя там запятой не хватает. А она даже такие вещи делали. Эти учителя были в порядке, которые, там в Литве была очень старая система одного такого педагога, и они это делали. То есть, в Литвии осталась система с довоенных времен. Да, да, там очень хорошо. Кура, она преемственная оказалась, да, она не разрушилась. Вот, она не разрушилась, и к этому была очень большая тяга. И поэтому я тоже в нее влился, не с точки зрения самой, ну там, вот, садики, не садики, так далее, эта система. Нет, я в нее влился таким образом, что я понимал, что что-то еще есть сверх этого. То есть, есть что-то, что мы не можем просто даже подготовить их в пединститутах. Это не получается. Есть что-то, что должно нестись как часть культуры. Просто как культура, не как образование, просто образование, да, не как какие-то техники, технологии. Вот. И поэтому я говорю, что у меня к этому отношение очень сложно. Я всегда думал, что садик – это хорошо, а потом понял, что это нехорошо. Значит, у меня своя диалектика. А потом понял, что есть те садики, которые можно считать хорошими, особенно как раз харидимные. Как раз возвращаясь. Сейчас возникает еще одна новая возможность. Если можно было бы освободить женщину, чтобы она могла быть дома с детьми, по крайней мере, тех женщин, которые хотят. Да. Они могли бы наладить домашнее образование с помощью хана. И тогда вообще это была бы очень гармоническая система. Единственное, что это нужна женщина из той семьи, где еще девочки не знали, как воспитывать. В этом смысле харидимное общество – это наш корень жизни. Они от этого корня еще не оттуда. Конечно. Так же, как литовское общество, которое выросло. Да, и там же было очень много евреев. И евреев сохранились с домовой еды. Там и хедер. Все мои родители учились в еврейских или еврейских школах. Это хедер. Было понятие хедера. Было понятие вот этого уважения ученику, ребенку, который получил 13 лет. И он после этого одинаков в своих текстах, в своих поправу, в дискутировании и так далее. Это было там внутри. Это было там внутри. Если сегодня харидимным женщинам дать возможность, но это будет не сегодня, но в ближайшее будущее, когда будет всеобщая роботизация и количество работников, потребностей в работниках уменьшится. Это уже моя мечта, да? Да. Уменьшится коллизия потребностей в работниках так, что любая женщина, которая хочет быть с детьми, она сможет это сделать. И по Академии Хана это вот такая школа, где старшие помогают младшим. Да, да. Но это есть страшная история и другая, что так сильно разовьется искусственный интеллект, что будут просто няни такие, что не будет необходимости, как говорил поляк, а не есть необходимость или нет? Не будет необходимости, да. Он говорил, нет необходимости голосовать. Так вот, не будет необходимость в таких простых, нормальных людях, живых, а будут такие компьютерные няньки, которые могут заменить страшным образом вот это дело. Это уже далеко впереди, дай бог. Да, да, но это все равно. Нам от этого как-то правильно. Но для игры можно сказать так же, как и вы сказали. Я не знаю, как будет. Нет, то, что я говорю, это я чувствую, это не для игры, это может, вы понимаете, роботизация производства, сейчас, извините, одну секунду. Стоп, гугл, стоп, гугл. Это умная колонка там. Значит, роботизация производства такая всеобщая, это то, что может произойти в ближайшие 5-10 лет. То есть через 10 лет вполне могут быть уже условия, чтобы, а я бы уже сегодня, на самом деле наша страна, удивительно прогресс, да, 100 лет назад и 150 лет назад общество могло позволить женщине сидеть со своими детьми, да. А сейчас оно стало намного беднее. Да, да, извините. Да, нет, я просто должен сейчас откланяться. Я просто хочу сказать, что я могу подумать еще, если вы когда-то продлите эту тему, по садике, потому что когда-то у меня был свой материал такой придуманный и много, а сейчас он, кстати, ну, уже может быть ни ко времени, ни к месту, но я попробую найти материал и, может быть, что-нибудь еще расскажем, потому что это интересная штука, эти садики, потому что сейчас они прикреплены к школе обычно, и это такая длинная система в садик, и первый класс школы, это последняя группа в садик, и так далее, там разные вещи придумывают, и вот антропософы тоже придумывают. Кто-то пытается делать, но и вы говорите о том, как освободить, как ее сделать заинтересованной, тратить время на своих же детей, своей же семье и радоваться этому. Да, это было бы совсем неплохо, но сегодня это под вопросом уже давно, да, это примерно лет 50 под вопросом. И это, я к тому, что это должно измениться в ближайшие, там, десятки. Ну, если вы думаете, что Хан это поможет этому, если он сделает, если он сделает такие вещи, которые были бы связаны как раз с материнской педагогикой, я вам скажу, почему это важно, потому что если материнской любви недостаточно, особенно детям, ну, мальчикам, то это близкий путь к шизофрении и ко всем другим вещам, потому что там… И к слабым нарушениям, которые просто понизывают наше общество. Да, потому что и вот эта любовь материнская оказывается в какой-то мере очень-очень решающая. И когда я про это уже понял, что тут как раз ничего нельзя делать с природой, что мать отвечает за внутреннее, а когда-то была такая теория биологическая еще даже и в Союзе, что вот мужчины пропадают, а потом их не хватает. Почему? Потому что по всему пути жизни, значит, они быстрее под болезни, под войны и так далее, и потом их уже не хватает для женщин, которые сохранили очаги. Потом все это вообще перевернулось, но в любом случае все равно функция женщины внутренняя, она ближе охрана семьи, так сказать, ну, гармония семейная, а мужчина должен приносить еду, пищу и так далее. Это самая старая биологическая теория, но сегодня много что поменялось все равно, и тут нельзя сказать, потому что есть родители, мужчины, которые делают материнские функции лучше исполняющими, чем сами матери. И тут опять никуда не деться, потому что много что перевернуло. Так вот это вот... Потому что женщины ослабились, ослабли в этой функции из-за того, что они пошли там по пути карьеры. Ну, и туда пошли, и... Потому что мужчина стал сильнее, чем женщина. Потому что женщина стала слабее, чем привычно в умении быть с детьми. Да, но я думаю, что было разбито очень в какой-то момент понятие семьи. Оно было нарушено, и понятие семьи как ячейка общества, я тут не смеюсь, а на самом деле вспоминаю, вырубило у нас понимание, что семья – это суть. Что ты мне ячейка, а семья – это суть. И тогда это вырубили было двумя, наверное, поколениями, на двух-трех поколениях. Первый шаг – это отправка женщины в наймочки, как говорят на Украине. Да, в наймочки. Это считалось самой ужасной, самой несчастной люди в старые времена, где женщина должна была по найму идти к чужим людям работать. Ну, если она губернантка... Самое низкое состояние... Если она высокообразованная губернантка, это было бы еще ничего, когда говорили... Женщина из семьи не шла в губернантку. Да, да, да. Это не замужняя женщина. Да, и привозили... Да. Я должен распрощаться, меня уже жена... Говорит, я уже опоздал на целых пять минут. Все, спасибо вам. Я прошу прощения, я очень рад, что мы увиделись. Будьте здоровы. Пока-пока. Приходите. Алекс и Арон что-то ослабли или вообще занялись? Нет, это... О, сейчас я вы... Алло? Да-да. Тут, Алекс, мы вас потоком перебили. Ну все, теперь вам полностью возвращаются бразды. А Арон, наверное, слабо себя чувствует, боится он. Может, пошел отдыхать. Да, вам возвращается. Вот, так... Опять-таки, мы сейчас не можем установить ту ситуацию, которая была там 100-150 лет назад. То есть, надо просто понять, что делать конкретно сейчас. А как? Израиль в отличном состоянии, в положении по сравнению со всем миром. У нас есть большая часть общества, где это состояние еще и есть. Оно еще не засохло. Вот его только сохранить надо. Нет, его надо еще, помимо всего прочего, еще распространить на все остальное население. Первое, сохраните. Второе, оно постепенно, оно... Да, да. Вот это... Почему я сказал, что Арон, оно... Ну, извините, я вас, конечно, перебил. Давайте свою линию. Вы как-то извне хотите это восстановить. Да-да-да. Так что, извиняюсь. Я хочу этот самый... Я хочу этот самый... Продолжение следует...